Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в сегодняшнем видео мы с вами обсудим такую острую тему как оборудование. Огромное количество споров постоянно точатся на тему того, как правильно устанавливать оборудование, на каком танке, либо на какой ПТшке. Но давайте сразу обсудим несколько вопросов. Первый. Вам кто-нибудь рассказывает, как вам лучше носить футболку? Заправлять ее в джинсы или носить ее снаружи? Так вот, ребят, то же самое касается и оборудования. Вот эту тему сейчас затронем, ее обсудим. Я себе для того, чтобы показать вам примеры, отобрал 5 машин. Это 2 ПТ-Хим, ТС-60 и Скорпион-G, это 2 восьмерки. Также отобрал себе 2 восьмерки Чифтейна и Экшн-Х. Почему именно эти машины? Чуть позже объясню. И взял себе для примера Т-57 Хэви, проходную десятку. Почему взял именно эти машины? И почему считаю, что на них лучше всего показывать пример правильно-неправильно установленного оборудования? Хотя я не считаю, что в нашей игре есть понятие правильно установленного оборудования. Есть удобно тебе так играть или неудобно? И чтобы ты хотел конкретно для себя улучшить в своем танке, все же попытаюсь высказать свое мнение по теме оборудования и что как ставить. Сделал сравнительные таблицы, их тоже покажу. Но для начала, ребят, хочу вам первое поблагодарить спонсоров за то, что они есть. Ребят, спасибо вам большое за проявленное внимание к каналу. Ну и в частности за то, что вы поддерживаете его финансово. Ну а еще, друзья мои, хочу вас попросить поддержать мой стартап. Я открываю свой новый проект, а точнее уже его открыл. Ссылки будут в описании. Это канал, который посвящен играм любым, вне зависимости от того, онлайн или оффлайн это игры. В общем, предусматривает канал много всего интересного. И оно там будет, я уже над этим работаю. Также заходите, если вы любитель Майнкрафта, то на мой канал по Майнкрафту, который называется Зёзя Крафтер. Итак, ребят, продолжаем. Спасибо вам большое, что подписались на мои каналы, в том числе и на новые проекты, в том числе на данный канал. Давайте будем обсуждать. Недавно я выпустил видео в отношении Чифтейна. В данном видео я сказал, что я поставил себе вместо орудийного досылателя калиброванные снаряды и попытался обосновать, почему я это сделал. Получил интересные комментарии от зрителя по поводу того, что это неправильно, что надо было ставить именно досылатель для того, чтобы улучшить свой урон в минуту и поднять свой ДПМ. Так как же всё-таки правильно, как комфортнее и как определиться с тем, где что выставлять и на какой машине? Ну, как я уже сказал, в первую очередь вам необходимо понять, что вы, в принципе, являетесь тем, кто определяется, как правильно. Потому что вы это делаете для себя, а не для кого-то. И поэтому, если вдруг вы на каком-то канале слышали по поводу того, что на Скорпионе G необходимо ставить оборудование конкретным образом. И никоим образом друг по другому поступить нельзя, то сразу выбрасывайте эту чушь из головы и никого не слушайте. Вы сами должны определяться, как вам комфортней. Вне зависимости от того, что там кто рассказывает. Хотя порой советы действительно правильные. Давайте будем определяться в отношении, в первую очередь, тяжелых танков, которые я отобрал для сравнения, почему именно Чифтейн я уже объяснил, а почему Экшн Икс. Дело в том, что и тот, и другой танки являются скорострельными. То есть, их время перезарядки довольно-таки короткое и не сильно большой урон за выстрел. Так вот, здесь, ребят, интересный вопрос. Получается, необходимо ставить себе оборудование, касающееся орудия, полностью одинаково? Нет. Дело в том, что на Экшн Иксе меня абсолютно не интересует его пробитие. А вот в отношении Чифтейна к пробитию у меня вопросы есть. Поэтому здесь у меня стоят калиброванные снаряды, а на Экшн Иксе у нас стоят, вместо калиброванных снарядов стоит орудийный досылатель. Почему именно так? Это обосновывается вот этой сравнительной таблицей. И обратите внимание, что у того же самого Чифтейна пробитие, если вы поставите себе досылатель, будет составлять 215 миллиметров. Если посмотреть на всю сравнительную таблицу, то вы обратите внимание, что в данном показателе машин с худшим показателем по пробитию просто на уровне нет. А здесь выставлены все тяжелые танки восьмого уровня. Давайте будем говорить откровенно, неужели когда вы играете на Кейлере или на Левчике, то у вас не бывает проблем с пробитием вашего соперника? Бывают. И это при том, что у Льва 234 миллиметра пробития. А теперь представьте себе, что у вас пробитие 215. Ну хорошо, окей, вы поставили себе орудийный досылатель, увеличили таким образом себе якобы полное количество выстрелов в минуту. И ваше время перезарядки составляет 5 секунд теперь уже, а не допустим 5 с половиной. Но вы теряете в пробитии и в возможности реализовать свой повышенный ДПМ. Теперь давайте посмотрим на Action X, который здесь тоже установлен в досылатель. Он имеет пробитие 226. Один из лучших показателей на уровне. Вопрос. Зачем тогда мне на Action X оставить калиброванные снаряды, если здесь и так пробитие одно из лучших на уровне? В этом случае да, действительно имеет смысл поставить именно досылатель, увеличить количество выстрелов, увеличить себе, точнее не так, уменьшить себе КД, соответственно увеличить себе скорострельность. И таким образом получить максимальный ДПМ, который с помощью неплохого пробития, промолчим сейчас про точность орудия и подобные вещи, но просто количество выстрелов увеличивается, шансы пробить у вас есть неплохие. И зон для пробития, соответственно в ваших соперниках для вас становится существенно больше. Если же здесь на Чифтене Т95 поставить, как я предлагал, точнее не предлагал, а просто говорил, что я у себя так поставил, именно на калиброванные снаряды, то обратите внимание, ваш ДПМ падает, но, ребят, он становится более реализуемым. Потому что в таком случае ваше пробитие составляет 226 мм, как у того же самого ActionX, которого я выбрал себе в пример для сравнения. И при этом всем вы имеете время перезарядки, ребят, на всего лишь 0.4, то есть даже не полсекунды, но окей, хорошо, полсекунды времени перезарядки дольше. Вы реально в бою почувствуете полсекунды перезарядки? Да фигушки, вы не прочувствуете этой разницы, но разницу в отношении вероятности пробития и шансов пробить вашего соперника у вас становится гораздо больше. А значит ваш ДПМ становится более реализуемым. И об этом не стоит забывать, когда вы подбираете себе машину. То есть мало того, что ДПМ заявленный должен быть большим, так он еще и должен быть таким, который вы сможете реализовать. Потому что порой у машины может быть ДПМа под 2900, под 3000, а набить этот урон за минуту у вас нормально не получается. Именно поэтому я и говорю, что подбирать себе оборудование необходимо таким образом, чтобы тебя это оборудование устраивало. Теперь давайте обсудим вопрос в отношении ПТ-шек. И что касается уже не орудийного досылателя... Блин, почему меня выбросило из игры? Так, ну вроде бы в игру вернулись, странно, что мне выбило, но продолжаем разговор. Как вы все знаете, я всегда записываю все с первого дубля. Что касается ПТ-шек и почему на примере ПТ-шек будем обсуждать дальше некоторые моменты по оборудованию. Дело в том, что я взял два ярких примера ПТ-шек, которые имеют у себя поворачивающиеся рубки, это в первую очередь, но разница между ними заключается в уровне бронирования. Как вы видите, здесь на Скорпионе я себе в оборудовании поставил в отношении живучести машины улучшенную сборку. Да, я добавляю всего лишь 69 единиц прочности и по большому счету на восьмом уровне это вообще ни о чем. Ну то есть для понимания это разброс среднего урона у большинства тяжелых танков и у многих ПТ-шек. Что же касается ТС-60, то здесь я сделал выбор как раз в отношении живучести в пользу вот этого вот слота по усилению бронирования на 4%. Хотя здесь можно было выбрать себе целых 78 дополнительных единиц прочности. Почему я сделал именно так и почему именно такой выбор и в отношении в принципе вот этого слота это распространяется на все машины. То есть не только конкретно на эти две ПТ-шки, просто я их подобрал, потому что на них проще всего показать смысл самого оборудования, которое я у себя установил. Дело в том, что у ТС-60 броня какая-никакая присутствует, данная ПТ-шка имеет поворачивающуюся рубку с задним расположением на корпусе. Таким образом получается, что на ней должно быть потенциально комфортно отыгрывать за какой-нибудь преградой, которая скрывает ваш корпус. Допустим какой-нибудь дом и рядом с домом какая-нибудь насыпь какого-нибудь мусора или поломанный забор какой-нибудь бетонный. Ну и вот получается сдавая назад вот в такой вот проекции вы прячете полностью свой корпус. Соответственно у вас есть неплохая броня изначальная на рубке и плюс к тому вы сюда брони еще там ну пускаете их 4% несчастных, но все же добавляете. Здесь есть приведенная броня, соответственно все это немножечко улучшается. Ну и соответственно теоретически увеличивает ваши шансы на выживание и получить в частности непробитие. Давайте теперь посмотрим на Скорпиона Джи, а вот это броня, а точнее полное ее отсутствие у нашего Скорпиона. Вопрос, зачем ему улучшать броню? Ну то есть само собой разумеющееся, что здесь необходимо пускай даже никчем на 69 единиц по ХП, но все-таки добавить. Это хотя бы что-нибудь и может быть вас не вынесут прям с одного выстрела, когда вы будете практически недобитком. Именно поэтому в этом слоте необходимо определяться в отношении того, что же все-таки установить, в первую очередь исходя из того, насколько машина потенциально живучая или неживучая в целом. Теперь что касается всего остального. Ребят, вы должны самостоятельно определяться в отношении того, что действительно ставить. Ну если мы говорим с вами на примере Т-57 Heavy, то у меня оборудование стоит вот таким вот образом. Объясню почему. Дело в том, что та же самая броня у Т-57 Heavy где-то присутствует, где-то нет. И улучшать ее на 4% это в принципе по моему опыту ни о чем. Поэтому я добавляю ему 144 ХП. На 10 уровне это пускай не очень много, но уже хоть что-то. Что касается вот этого слота, то здесь я ставлю на пробитие по одной простой причине, потому что вентилятор ничего не добавляет. Ну то есть он добавляет, но не настолько существенно, чтобы вы это действительно могли прочувствовать. Урон в минуту у вас увеличится всего лишь на 46 единиц на 2700 изначальных. Ну как бы ни о чем. Что касается времени перезарядки магазина, то опять-таки полсекунды на 21 секунде я не прочувствую однозначно. Ну и тоже касается средней скорости в 1 км, которую вы тоже не прочувствуете, скорость поворота башни, которая и так меня в принципе устраивает. Ну в общем посмотрев на то, насколько увеличиваются мои показатели с вентилятором, тут в принципе сам боженька велел ставить себе калиброванные снаряды. Что касается времени сведения, здесь ребят всегда тоже есть спор на предмет того, что лучше время сведения улучшать или все-таки увеличивать скорость полета снаряда. Но в данном случае опять-таки на сведение, дело в том, что это барабан, после каждого выстрела мне бы хотелось, чтобы приводы наводки работали получше и скорость сведения была соответственно лучше. Что еще стоит помнить в отношении того, когда действительно стоит улучшать скорость полета снаряда. Возвращаемся к нашей таблице и смотрим вот сюда, вот скорость полета снаряда. Если у вас, допустим, скорость полета снаряда на танке, ну теоретически используемым в большинстве своем вами на каких-нибудь дальних расстояниях, ну вот любите вы поиграть на дальних расстояниях, к примеру на ВК 168-01П. Ребят, говорю сейчас к примеру, не надо меня там забрасывать фекалиями, просто поймите к чему я говорю. Или, допустим, хотите вы поиграть на колебании, но на колебании этот показатель составляет всего лишь 500, тогда когда у многих машин 900-950. И вот конкретно, ребят, на колебании, если бы не его безумное время сведения изначальное, которое действительно надо улучшать, то в этой машине действительно имело бы смысл поставить себе усиленный заряд для того, чтобы ваши снаряды на дальних расстояниях летели бодрее и быстрее. Короче говоря, для того, чтобы определиться в отношении, действительно ли стоит улучшать скорость полета снаряда, вам эту скорость полета снаряда необходимо знать и понимать, насколько она разительно отличается от других машин, ну и, соответственно, хуже она или лучше, и действительно ли стоит ее улучшать. Короче говоря, ребят, в отношении подвижности и всего остального, я думаю, вы разберетесь самостоятельно. В отношении, допустим, вот этого, я имею в виду улучшение оптики для того, чтобы радиус обзора становился больше, или маскировочная сетка для того, чтобы тебя меньше видели, здесь опять-таки используется в основном на ПТшках. Я в основном ставлю себе улучшенную оптику. Я лучше раньше увижу своего соперника, нежели буду надеяться на то, что он увидит меня с вероятностью на 3% меньше. На 100% мне кажется, это не очень. Хотя, если у вас изначальная маскировка у ПТшки прямо на уровне Плинтуса, то, безусловно, маскировочная сеть порой гораздо интереснее, а вы можете работать уже тогда по засветам своих союзников, а не ожидать, что подсветите себе самостоятельно. В общем, ребят, суммируя, скажу вам следующее. Первое и основное. Есть логически подразумеваемые правильные или неправильные, а точнее выгодные или невыгодные варианты установки оборудования. Ну, то есть логические выводы вы можете сделать самостоятельно. Как я уже говорил, если у ActionX и так хорошее пробитие, то зачем его улучшать? Вы лучше себе действительно в данном случае добавьте ДПМ. Ну и второе, что вы должны запомнить раз и навсегда. Еще раз повторюсь. Плюйте на мнение тех людей, которые пытаются вас убедить в том, что есть только один правильный вариант, который они вам озвучивают. Пользуйтесь своим умом, умейте самостоятельно анализировать информацию, и будет вам счастье. Играйте так, как вам удобно, а не так, как от вас этого требует кто-то другой. Ну и уж тем более. Перестаньте, пожалуйста, порицать кого-то за то, что он вроде бы, по вашему мнению, неправильно установил оборудование. Ну хотя бы исходя из того, что возможно вы это оборудование неправильно поставили, по мнению того человека, которого вы воспитываете. Я пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам желаю, ребят, побед, правильного или неправильного, но комфортного для вас установки оборудования, ну и обязательно мира и спокойствия. Всем пока-пока.